Уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Завор в хаплаке мёртвых, разбивая молния», благодаря нашему гуру-учителю Психфармычу, мы сегодня отвечаем на ваш вопрос, касающийся тумана в голове. Что делать? Ну, вы думаете, что вопрос надуманный? Нет. Пожалуйста, просто хочу улучшить концентрацию и убрать туманность в голове. Ну, может быть туманность, а может быть туман. В общем-то, такая жалоба бывает. Давайте попытаемся разобраться, что такое туман в голове. Некоторые говорят не туман в голове, а туман мозга. Некоторые говорят каша в голове. По-разному говорят. Ну и надо разобраться. Для этого мы ввели слово «туман» и слово «туманность» в международную классификацию болезни 10-го пересмотра. И ничего там не нашли. То есть, я зачем это всё рассказываю? Если вы приходите к врачу и говорите «у меня туман» или «туманность в голове», он вас не поймёт, потому что это не медицинские термины. Ну и что тогда? Значит, вы притворяетесь, что ли? Вам что надо по поводу тумана? Если туман в голове, к метеорологам, метеорологическое понятие. А если туманность, то надо в астрономию идти, к астрофизику какому-нибудь. Нет, конечно. Вам нужно прийти к врачу, к врачу-психиатру. Но этот врач-психиатр должен кое-чего понимать в психиатрии. И вы тоже должны кое-чего понимать, чтобы правильно рассказывать. Очень часто такое расстройство бывает. Вот раньше была истерия и было всем очень и очень хорошо. Потому что истерия – это было огромное расстройство, истерический невроз, который включал много-много-много всяких признаков. Но потом решили, что слово истерия является бранным, нехорошим, не надо его повторять, не надо его цеплять на больных. Ну и стали умножить сущности. То есть появилось на месте истерии, истерического невроза огромное количество диагнозов. И изобретение этих диагнозов продолжается до настоящего времени. И надо сказать, что в МКБ-11, ну не самый хороший вариант, это новая классификация болезни, я думаю, на которую мы все-таки перейдем. Обратите, пожалуйста, внимание, есть такой термин – диссоциативное неврологическое расстройство, которое характеризуется когнитивными симптомами. Диссоциативное неврологическое. Давайте по боку. Неврологическое – это потому что напоминает неврологию. Ну понятно, если тубан в голове, кому идти? К неврологу. Диссоциативное говорит, что нет, это психиатрическое расстройство, напоминающее неврологическое, проявляющееся плохим соображением, даже шифр специальный есть, обратите внимание, характеризуется нарушением памяти, трудностями восприятия внимания, и самое главное, что оно противоречит признакам неврологического заболевания. Это сложно понять, да? Значит, психическое расстройство, когда у вас нарушена память, внимание, но при этом не укладывается это все в клиническую картину неврологии, вот тогда ставят диссоциативное неврологическое расстройство с когнитивными симптомами. Давайте теперь по-простому. Как таких больных определять в жизни? Ко мне такие больные очень-очень часто приходят. На самом деле, очень-очень легко. Вот если заболевание неврологическое, и человек жалуется на память, трудности восприятия, у него действительно, ах, с головным мозгом, то у него будет, как ни странно, мало жалоб. Из него эти надо жалобы выбивать, в общем-то, довольно иногда тяжело приходится. С помощью родственников, родственников надо опрашивать. Здесь на вас вываливается огромное количество жалоб, я имею в виду при диссоциативном расстройстве, или, проще говоря, истерическом. Дальше. Ну, характерное поведение, я тут видите. Жалобы у больного с неврологическим заболеванием, они неопределенные. Мало того, что их мало, но у них еще надо разбираться. Здесь крайне детализованная жалоба. То есть, деталей вам масса будет. Не волнуйтесь, вы только будете успевать записывать. Если приходит вам больной с неврологическим заболеванием, то он как бы не жалуется на дезадаптацию. Это его надо спрашивать. А ходите ли вы, например, в магазин, оплатите там, считаете ли вы там мелочи, в общем, считаете ли вы, сколько вы там заплатите за те или иные. Ну, в общем, вникать приходится довольно тяжело. И вдруг он, а, действительно, я сдачу не могу почитать. Здесь дезадаптация подчеркивается. То есть, на вас вывалится куча информации, что им плохо, что они дезадаптированы, что они не могут работать, они не могут общаться с людьми. При неврологических заболеваниях, тут идет борьба за выполнение заданий. Вот даете ему какой-нибудь тест, например, часы рисовать, и этот человек скрупулезно вам пытается нарисовать часы, хотя не может. А здесь будет неудача подчеркиваться. То есть, он будет вам рассказывать о тех неудачах, которые, в общем-то, их и не было. Если мы возьмем неврологического больного, то у него социальные навыки, то есть, он будет с вами общаться, ну, как обычный нормальный человек. Вот здесь, когда к вам приходит больной с диссоциативным расстройством, не только происходит трата социальных навыков, но и ведет он себя на приеме очень и очень плохо. Поверьте мне, довольно тяжело с такими людьми общаться. Ну, и самое главное, вот почему это все происходит, почему трудно еще общаться с врачом, потому что поведение, оно не соответствует выраженности жалоб. То есть, смотрите, вот если человек, который страдает неврологическим расстройством, ну, действительно, он, например, ему трудно там, предположим, ему трудно там выйти из дома, потому что он может потеряться. Здесь человек может вам жаловаться на все, что угодно, при этом он может ездить на машине, управлять транспортом и ходить на какие-то там рекреационные мероприятия, там, концерты и прочее, прочее. Еще важное тоже отличие – начало. Вот человек, который страдает неврологическим заболеванием, он вам не скажет, вот у него память из-за неврологического заболевания, он вам не скажет, когда это все началось. Ну, просто этого даже не вспомнить. Вы можете потратить целый час, он вам может приблизительно указать, ну, примерно годы, когда это все началось. Здесь, на самом деле, ну, если, конечно, идет речь о сосудистой деменции, которая возникает сразу после инсульта, здесь вот точное время начала вам пациент с конверсионными расстройствами, диссоциативными всегда укажет. Ну, и расстройство, конечно, у такого человека быстро прогрессирует, больного с неврологическими заболеваниями медленно прогрессирует, у больного с диссоциативными неврологическими расстройствами, еще раз говорю, псевдоневрология, часто бывают психические расстройства, другие психические расстройства в прошлом. Именно поэтому приходит вам человек с такой клинической картиной, вот так вот бьется, надо обязательно расспросить, какие у него были психические расстройства в прошлом. И самое главное, семья приходит с родственником, и родственник говорит, ну, жить невозможно, устраивает истерики, там плачет, рыдает, куча различных проблем возникает. А здесь, когда приходит родственник с больным, с неврологическим заболеванием, ну да, ну что-то есть. Ну, так, когда ему начинаешь рассказывать, что у человека, в общем, тяжелая деменция, и им надо принимать меры, на тебя смотришь, как на какого-то немножко недоделанного человека. Ну, и самое главное, конечно, чем отличить истерика от человека с неврологическим заболеванием, вот человек с истерией, он всегда будет плакать. Вот эти вот плачущие люди, например, я их понимаю. Почему они плачут? Потому что они считают себя тяжелобольными, и им себя очень жалко. Я вам верю, что вам очень жалко, что я всё в это верю, но поверьте мне, у вас на самом деле хороший прогноз. Ничего такого страшного нет, поэтому заранее вас прошу, ну, не надо плакать. Надо вам сказать, что вот эти диссоциативные неврологические заболевания, связанные с туманом, с кашей в голове, они возникают в связи с неблагоприятными жизненными событиями. То есть, это какая-то реакция. В чём состоит беда? Что если вы такого человека начнёте расспрашивать, а не было ли какого-то стресса, который предшествует, он вам не будет рассказывать. Потому что он хорошо соображает, и он понимает, что если это связано со стрессом, то это может быть менее тяжелым заболеванием, а ему хочется более тяжелого заболевания. В общем, тут начинается плач, начинаются нервы. Я вас очень всегда прошу, расскажите о том, что ваша ситуация возникла в связи с неблагоприятным жизненным событием. Расскажите об этом, ничего там такого стыдного и плохого нет. Ну, надо вам сказать, что ещё бывают другие самые разные симптомы со стороны тела, которые тоже указывают на то, что это диссоциативное расстройство, они не истинно неврологическое. Очень часто, как ни странно, стереи вообще очень здорово копируют любые другие болячки, и такие больные копируют болячки, которые есть у родственников. Поэтому они вам охотно могут рассказать, что и мама, например, тем же самым страдала, и там, я не знаю, и папа там тем же самым страдал. Ну, теперь мы рассказали о том, как это, собственно говоря, выявлять. Теперь что с этим туманом в голове делать? Ещё раз говорю, к метеорологам не надо ходить, к астрофизикам тоже ходить не надо, надо ходить к психиатрам, ну, или к хорошему неврологу, который разберётся и сключит, что это неврологическое заболевание, пошлёт вас, опять же, ко психиатру. Ну, и дальше, что, собственно говоря, мы можем сделать? Вообще, до настоящего времени мало что могли сделать, но потом появился так называемый препарат эскетамин, который здесь не подходит, а то сейчас закончили, и он здесь не подходит. Но у него есть интересный побочный эффект, и этот препарат используется как усилитель антидепрессантов, а в Соединённых Штатах зарегистрировано такое показание. Так вот, оказалось, что эти препараты, которые блокируют НМД-аглутаматные рецепторы, чуть позже я расскажу, как это всё происходит, у них вот эти симптомы и являются побочными. Так же, как вот, например, есть такой синдром деперсонализации, дереализации, вот он тоже очень часто возникает в результате приёма этого самого эскетамина. Голова там сложно соображает, всё кажется призрачным, непонятным, что, собственно говоря, происходит, человек находится в странном мире. И вот тогда, собственно говоря, и возникла гипотеза о том, как лечить туман в голове. Итак, ещё раз говорю, что вызывает туман в голове? Не обязательно, что вы принимали препараты, ещё раз говорю, это возникает после какой-либо психической травмы, но вот такая простая схема, таламус, это фильтр, куда поступают различные совершенно от нейронов различные импульсы, и вот здесь происходит селекция, вот что пойдёт дальше в кору головного мозга? Всё это работает на глутаматных нейронах. Глутаматные нейроны, они являются основной активирующей системой нашего с вами головного мозга. Ну и, соответственно, мы начинаем что-то кумекать. Но если назначают такому человеку эскетамин, то есть препарат, который блокирует НМДА рецепторы, не даёт глутаматным нейронам возбуждаться, то происходит удивительное дело. В голове появляется, глутаматная система отключается, в голове появляется дырка, соображать трудно, вот ещё как действует антагонист, да, прикрепляется справа схема, прикрепляется к рецептору, и всё, дальше не действует этот самый рецептор, не действует нейрон, потому что не может подействовать нейромедиатор на этот рецептор. Так вот, если тогда возникает мысль, если антагонисты, то есть препараты, которые снижают глутаматную активность, действуют вот так, то есть вызывают в голове дырку, в голове вызывают туман, то для лечения тумана, наверное, нужно активизировать глутаматную систему. Ну, я тогда просто поискал, а что у нас активизирует глутаматную систему, и то, что мне первое бросило в глаза, это агонисты сигма-1 рецепторов. Вот они активизируют глутаматные нейроны. Как они это делают? Смотрите, у нас есть про препараты флоксамин, ракон, огромный плейлист, там про механизм действия препарата, как он воздействует на глутаматную систему, есть несколько роликов, изучайте до посинения. Почему именно флоксамин попался? Самый сильный проглутаматный препарат из всех антидепрессантов, которые мы знаем. Самый сильный агонист сигма-1 рецепторов. Нет никаких препаратов, которые сравнимы были с ними, с флоксамином, с раконой по эффективности. Почему я говорю ракона? Ну, потому что, по нашим данным, ракона – это препарат с европейской фармацевтической субстанцией, европейского качества, который, к тому же, в общем-то, стоит достаточно доступные деньги. Соответственно, мы считаем, что этот препарат стал уже фактически брендовым. И используется при лечении тревоги. Для чего я это всё рассказываю? Ну, вот смотрите, приходит больной, который вот жалуется на этот самый туман в голове, начинает плакать. Что в этой ситуации можно назначить? Конечно же, ещё раз говорю, у ракона нет показаний лечения тумана в голове. Нет показаний диссоциативно-неврологическое расстройство. Но можно всегда сослаться на то, что у этого человека есть тревога. А ведь действительно, у таких людей тревога есть. Не зря они плачут. А что со мной будет? Ещё раз говорю, будет всё хорошо. Хороший прогноз. Ваш головной мозг не повреждён. Всё будет нормально. Вы будете обязательно здоровы. Обычно это всё проходит даже без лечения. Но, в принципе, человек хочет лечения. Что назначить? Я думаю, флоуксамин ракона. Потому что есть тревога, есть тревожное расстройство. Стало быть, можно полечить тревогу селективным ингибитором обратного захвата серотонина с учётом его прогулотоматных свойств. И это может подействовать благоприятно и на туман в голове. Всё, что я хотел сегодня рассказать. Пожалуйста, комменты, лайки, подписка. Ну, как всегда, прошу вас, становитесь спонсором нашего канала. Хотите вам дарить нас за этот ролик. В описании вы найдёте реквизиты счёта. До новых встреч!